Калининский международный следственным отделом регионального следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Следствием установлено, что 8 августа текущего года на участке местности лесного массива, расположенного неподалеку от центра Рябинки Авакумовского сельского поселения Калининского района, было обнаружено тело девочки. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению данного преступления. Мы обращаемся ко всем, кому что-либо известно о местонахождении матери новорожденного ребенка, а также при наличии иной значимой информации по делу. Сообщить в Калининский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону 322751, либо в ОМВД России по Калининскому району по телефону 5658888. 24 сентября в Следственном управлении Следственного комитета России по Тверской области прошла пресс-конференция с участием представителей региональных СК и ОМВД России, которые принимали непосредственное участие в детальном установлении обстоятельств убийства известного исполнителя Михаила Круга. Тут, к сожалению, такое мнение и в средствах массовой информации, и, может быть, на обывательском уровне, что получили явку с повин от некого Агеева, следствие на этом, скажем так, осталось довольным, повесили всю вину на невинного человека, который преследовал свои интересы покататься, побыть на Тверской родине. И на этом, как бы, дело и расследование данного главного преступления завершено. Совершенно не так. Чтобы было всем понятно, признательные показания Агеева, я бы назвал ее вишенкой на торте, которая в целом, в последующем, дала общую картину, корреспондируемую со всеми иными доказательствами. Агеев тоже не просто так признался. Это ошибочное мнение, что он написал явку с повинной, находясь в местах решения свободы. Совершенно это не так. Коллеги из УМВД более подробную информацию в этой части расскажут. Проводилась колоссальная работа и следственным путем, и оперативными подразделениями. Она оперативными службами проводилась непрерывно. Следственным путем мы это отрабатывали эпизодично с момента возобновления следствия на разных этапах его расследования. И приходили к выводу о том, что в данном совершении преступления приняли участие Веселов Дмитрий и Агеев Александр. И эти доказательства получены не только из показаний Агеева. Допрошено ряд свидетелей, которые в совокупности подтвердили тот факт, что они находились в этот вечер в так называемом деле. В последующем стало известно, какое дело имелось в виду. Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов Дмитрий перед своей кончиной, который выражал свою озабоченность о том, что его могут отомстить за то, что он исполнил Михаила Круга. Он сам лично Веселов перед смертью успел рассказать самым близким о подробностях совершенного данного преступления. Может быть не о подробностях, но об обстоятельствах, которые потом в последующем стали нам известны. Да, люди действительно длительное время, может быть, молчали. Это заслуга наших коллег из МВД, и следователей в частности, и отдела криминалистики, которых в совокупности удалось собрать во единую картину совершенного преступления. А Агеев, он лишь только внес свою лепту и подтвердил всю ситуацию. Более подробно из первых уст о расследовании убийства Михаила Круга вы узнаете из специального выпуска патрульной службы. КОНЕЦ